Открываем начало нашей передачи в гостях в мастерской Анита Керама. Добрый день, меня зовут Выдрина Анна Ивановна, я преподаватель художественной школы. В художественной школе я преподаю такой предмет как скульптура. В рамках этого предмета у нас очень интересное есть подразделение, это керамика. Но я преподаю, конечно, не только скульптурно, я занималась и соломкой, и живописью. Я сначала отучилась в художественной школе для начала, то есть я с 14 лет знаю и люблю своих коллег как учителей, а потом я поступила в Брянский государственный университет. Закончив его, пришла преподавать в художественную школу. Преподаю, начал преподавать просто скульптуру, но мне очень тянуло, мне очень хотелось заниматься глиной. И сначала начиналось ручной лепки, а потом не давал покоя старый-старый гончарный круг, такое огромное-огромное чудовище, которое весит на килограмм 300, такой сваренный в советские времена. И когда его включаешь, у нас двухэтажное здание небольшое, такой маленький, бывший купеческий дом, маленький корпус, и когда включаешь этот гончарный круг, вот первый этаж, он просто так вот вибрирует, а второй этаж, мне там, а, гончаря, жидко, так, гончаря, учусь. И там были такие, и там были такие чудные, у меня первые работы, у нас преподаватель, мой преподаватель Виктор Иванович Туртенко, он замечательный речек по дереву, замечательный скульптуры, и когда я ему звонила, мы часто советовали, как обжигать, как, что, ну, там, учила, да, какие-то моменты. Я говорю, а, гончаря у меня, получается, квадратные изделия, он говорит, как на гончаре, ну, говорю, как квадратные, говорю, да я шучу, говорю, ну, хотя у меня квадратные первые. Вот, ну, вот так вот долго-долго я училась сама, пробовала, потом начала осваивать сложнее и сложнее техники, вот, ну, и вела уже более серьезное занятие керамикой в предмет скульптура. То есть, скульптура сама по себе такой предмет, где материалов могут быть много. То есть, это, ну, почему-то сейчас вдруг слышно, и песчаная из воска, то есть, и резьба по дереву, это все скульптура. То есть, в рамках своего предмета я могу давать разные материалы. Ну, вот, когда детям давала народную игрушку, вот с этого начал детям прививать, знакомить с керамикой, детям очень рада, потому что она такая яркая, нарядная. Сначала дымка, дымка, которую знают все. В детском саду все дети знают. Заводишь в мастерскую, у нас мастерская, вот несколько стеллажей игрушки, и заводишь первое. И это, это дымка, вот маленькие, вот такие вот пусики кричат. Это, 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 это вот эта дымка. Да, ее знают все. Чучу и филимоновская. И на основе этого я начала изучать другие игрушки и давать. Это каргопольская, абашевская, романовская, различные игрушки, да. А начиная, мы берем детей, у меня подготовительное дымка, мы берем 5, ну, это самое маленькое, ну, там, 6-7 лет. А 6-7 лет, это такие маленькие зайчики, которые сейчас совсем, как бы, ну, как бы их надо еще оберегать, немножко как с детским садом, надо их поиграть. Вот, поэтому я так и разговариваю. Значит, прививаю теперь керамику уже на уроках, у нас есть подготовительное дымка, там заниматься малышами, то есть у нас и малыши тоже лепят. Вот, ну, это я в основном, как бы, все про работу, ну, тут это моя мастерская, поэтому, наверное, непонятно, почему я говорю про игрушку, хотя игрушки у меня тут как таковой не представлено. Вот, но то, чем я живу, то, чем, вот, как для себя, я, как сказала, он с именем этим ложится, он с именем этим встает, ну, так это была паралиточка, да? А у меня это керамика, и это гончарное дело. Вот, то есть я изучаю различные техники, даже пытаюсь делать восстановительные обжиги. Ну, это, конечно, все пока в рамках печи, которая есть. Вот, но керамика такой удивительный предмет, который, вот, даже много керамистов, такие седые дедушки, в основном, кстати, керамисты, почему-то всегда такие вот накаченные, такие мужчины, седые дедушки, они говорят, всю жизнь будешь заниматься, и жизни не хватит, и все равно будет куча идей. Идей всегда очень много, очень много мыслей, очень много мыслей подкидывают заказчики. Люди, ну, заказчик, это звучит как-то так, это строго, просто иногда люди приходят и говорят, а я хочу вот это, вот это, вот это. Ну, если, а, дотянусь, дотянусь. Вот такая вот идея, даже сразу говорю, не моя. То есть вот у меня женщина из Москвы одна сказала, хочу медведя, который обнимает горшок. Медведь, который обнимает горшок. Пожалуйста. Вот у меня несколько вариантов. Есть еще медведь, который более жадный. Который, да, ну, просто это как слово. Есть медведь более жадный, с другим горшком. То есть идеи, вот как бы мне что-то говорят, я это слышу, делаю. Иногда, ну, в основном я сама что-то придумываю. Вот из серии спал-спал, ночью подскочил и быстро зарисовал. Да, ну, я чаще всего, так как у меня теперь домашняя мастерская, то есть это наш дом. Муж бедный, несчастный, я отжала в доме целых две комнаты. Начала с того, что, дорогой, давай купим дом. Дом я буду гончарить. Но мы жили на квартире, и я отжала большой кусочек. Он такой, грязь, глина, глина, грязь. Когда это все закончится? Я так, ладно, говорю, будет дом, будет дом. Все будет в одной комнате, все будет в одной комнате. Успокойтесь, все будет чисто. Вот, мы переехали в дом, и гончарный круг стоял на кухне. Это жесть, как вы понимаете. Кухня, она такая длинная, мы еще в ремонте. Кухня, тут у нас, где мы раздеваемся, тут кухня, и все это. И вот эти его восклицания, глина, глина, грязь. Я говорю, все хорошо, делай мастерскую. Это такая мотивация для мужа. Закрыла. Это такая мотивация для мужа сделать мастерскую. У нас еще в доме не... Ну, ремонт в огромном стадии, процессе еще не делала. Но мастерская тут уже скорее. Он мне сварил стеллаж своими руками. Он мне здесь переселил столы, вот там вот я комнату все под старину. У меня друг, вдруг с юга привозит мне Бабу-Ягу вон ту. И я говорю, как ты узнала? Я говорю, я хочу называть свою мастерскую, там, домик Баба-Яге. А он любит Бабу-Ягу играть, он в театре. И я такая, вот, если какой герой, то Баба-Яга, это точно про меня. Вот, и мы как-то вот все, вот, всю энергию сейчас вот вкладываем в мастерскую. Ну, начали мы еще совсем недолго, недавно, неправильно сказать, недавно, потому что у нас тут лялечка, у нас тут недавно покупка, вот. Но даже когда была лялечка, вот почему я говорю, с именем этим ложится, с именем этим встает, потому что ребенку было 8 месяцев, мы на грудном скармливании, а, это чисто, это все должно быть, это мы в квартире. Я думаю, так, чистота, да, блин, глина, глина, глина. Я не гончарила еще тогда белая глина, и я делала ручную лепку. То есть я отмывалась все после этой глины, все, и вот у меня свой уголочек. То есть я поняла, что без этого я не могу. Ребенок – это мое счастье, и глина, работа с керамикой – это для меня великое удовольствие, великое счастье. Но оно приносит радость, оно приносит радость, вот. И приносит радость тем, кому я это рассказываю, тем, кому я это показываю. Ну, в принципе, оно так в жизни бывает, что если человек вот чем-то хочет заниматься, он должен этим жить, он должен в этом гореть. Человек не может вот в этом не разбираться, это не любить, этим не гореть, но другим людям нести, рассказывать. То есть первоначально я преподаватель, вот. И чтобы детям зажечь в них искру, я должна сама это любить. Вот. Ну, с этим все сложилось, и говорю, что, дай бог, говорится, чтобы все оставалось так, как есть. И у нас в школе у нас замечательный директор, они помогают, все очень творческие, классные люди, это вообще дельно можно разговорить. Вот. И это зажигает на творчество. Даже вплоть до того, что сейчас в отпуске, там, хоп, какая-нибудь там смс-чика, ой, смотри, какая интересная фоточка, вот тебе воплотить. То есть вот мы вот очень дружны. Вот. Ну, что еще рассказать? И потихоньку, сейчас, конечно, вот эта вот ситуация с ковидом немножко сложная, но потихоньку, вот я людей зову в мастерскую, мы работаем. Вот у меня детки приходили, вот буквально вчера приходили, сегодня, надеюсь, вот обещали прийти. Вот. Замечательные девочки приходили. Ну, у меня приходили и взрослые, но сейчас вот как бы затишье, потому что люди все, ну, как бы сказать, боятся, наверное, правильно сказать. Раньше мы очень много ездили по ярмаркам. Вот наша по ярмаркам, вот, и наша жизнь была так, мы с мужем едем, и эту песню поем, и фургончик полечистый, это наше, как это там дом, забыла. И мы так едем, как эти, еще говорю, как Фунтик, а когда едешь Новоспаское, там дороги нет, и она такая вот, мелкая камушка, едешь, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, как на коне. И я говорю, как фургончик, где Фунтик ехал, вот это тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И мы такие же едем. Вот абсолютно точно так же. Значит, все, что здесь вот в зоне, так сказать, в 80-100 километров, мы ездим на ярмарке, вот путешествуем, возим работы, достаточно приятно. Вот в Гнездово любим ездить уже, там куча знакомых, знаем организаторов. Гнездовского фестиваля, это вообще вот респект, низкий поклон, замечательные ребята. Вот в Новоспасском очень здорово. Ну, про каждый фестиваль могу сказать, только вау-вау-вау, скорее верните нам фестиваль. Очень здорово. Ну, и сейчас вот пока вот сидим, пока вот сидим в мастерская, вот работаю дома. Вот. Работаю дома, приглашаю людей, вот, приглашаю взрослых. У нас очень интересно. Вот женщины ходили у меня на работу сначала, а мы работали в художественной школе. Вот просто как бы частным образом там, сейчас она Асимина, у нас директора была, она как бы помогала в этом плане. Вот. И сейчас вот мастерская. Вот стараюсь привлекать. Да, мы как бы небольшие, у нас еще пока как бы небольшие территории, небольшое количество работ, но я работаю одна, подмастерьев у меня нету, там стадо китайцев, которые все делают быстро, вот это ты-дык-ты-дык, и на конвейер нет. Поэтому каждая работа, она вот, я помню каждую свою работу, и она, она, нету конвейера, нету большого количества, но есть качество, есть душа в каждой работе. Потому что как только увеличивается количество, уходит, ну, даже не то, что качество, в какой-то степени уходит душа, уходит вот индивидуальность работы. Вот этот человек, ну, предположим, там мастер делает одну работу, вот, да, и потом с нее льются формы. А форма, это уже вот как клоны, да, клон человека. Вот, то есть, ну, оригинал же лучше, самый тот, первый, это же с душой сделано, чем вот тут литье. Литье есть тоже шикарное, не хочу никаких мастеров обидеть. Вот, ну, у меня вот маленькая мастерская. У вас тот вариант, когда вы нашли себя в своем творчестве, в своем работе. Абсолютно, абсолютно. Это ваша любимая работа? Настолько, что я отвоевала это право, вот, именно заниматься этим даже у мужа, потому что мы самая обыкновенная семья, когда мне муж требует борщи, он требует, там, нет, ну, как требует? Ну, что, пришел с работы, он хочет есть, это нормально, это не он требует, это желудок требует, нормально. У меня ребенок, ему надо кашки варить. То есть у меня нету бабушки, у меня нету дедушки. Я просто совмещаю, то есть в нем я мама, жена, потом мои, мужики, как я говорю, мои мужчины, они укладываются. И с часа до четырех, до пяти, сейчас вот хорошо, рано светает, я гончара, да, то есть я работаю. То есть я не могу, как бы, их обидеть. Но это право, я отвоевала. То есть у меня муж с пониманием, и спасибо ему огромное. Вот он, мастерскую, это все, вот все его руками, тут просто только стены были. Тут даже ни пола, ни потолка не было. Все, он поднялся, сделал путь до вот этого. Вот, и гончарный круг, это отдельная история. Гончарные круги сейчас стоят, как всегда говорю, это можно семерку новую купить, это гончарный круг. Ну, у меня муж так это покумекал, походил, посмотрел, посмотрел. Ну, что это, говорит, такое-то, лучше мы тебе машину купим, что же за гончарный круг. И он сделал сам гончарный круг. Абсолютно, абсолютно, говорит, свой гончарный круг. И когда вот я общаюсь сейчас, благодаря интернету, благодаря Инстаграму общаюсь с многими мастерами, все мастера говорят, каждый подгоняет, хотел сказать, мир под себя. Ну, да, наверное, свой мир под себя и делает гончарный круг под себя. Вот этим кругом я довольна, потому что он, ну, там технические такие характеристики, которые меня устраивают вот прям полностью. У нас есть очень дорогой круг в школе. Шимпа, это примерно как ягуар среди машин она и стоит, примерно хорошо стоит. Вот, но он такой вот, как вот красивая машина, он замечательный, красивый. Вот, ну, я вот своего работягу, мне муж его называл, Вжик-1. Вот, Вжик-1. Вот, значит, вот Вжик-1 я там могу рекламировать. То, что сделано руками, он неубиваемый просто. Кстати, очень легкий. Я, когда хочу что-то очень там красивое снять, у меня тут такие цветочки, я его так так-так-так-так-так-так и перетаскиваю. То есть это не вот как советский у нас тут гончарный круг был такой, который вот два мужика таких, грузчика, и они так его подходят так и все, и замерли. А у них, видимо, бригадир, он же водитель, и там, эй, там, там, Петрович, он такой, что вы там не спрашиваете? И они подходят, они встроен, так, ааа, понятно. В общем, все легенькое, мобильное, он меня полностью устраивает. Вот. Да, это моя жизнь. И ребенок приходит, лепит, мастерская, лепит, рисует, где я не вижу на всем. Рисует, а что? Тут абсолютно как бы безопасно для детей, для меня атмосфера, в каком плане безопасно? Обычно как дома ребенок подходит к обоям, рисует, и мама, ааа, тебе обои стоят, ааа, там, ааа, ну, а у кого не так, да? Здесь я говорю, рисуй, на всем рисуй, лепи, на всем лепи. Здесь вот полная свобода творчества. И для моего ребенка, для детей, которые приходят, у меня тут девочки приходили, они, такая техника набрызгая, они так набрызгали, глаза такие, это же не хирургический кабинет. Все норм, все норм. Да, как-то так. Когда человек отдал работу, вот просто, там, не знаю, с конвейера, вот ее купили все, и она ушла. А когда я отдаю работу, то есть человек мне потом звонит, первый ряд, что-то не так, что-то не устраивает, ой, да, там, спасибо, еще, еще, еще что-то, я возьму, все, все хорошо. Я всегда переживаю, и я всегда готова, открыта каким-то там советом, каким-то, ну, добрым, конечно, как-то художник любой может обидеть. Вот, но, работая с детьми, я понимаю, что дети, как животные, которые дети и животные, они не терпят фальши. Вот, либо ты такой, какой ты есть, либо вообще не рисуйся. Вот я немножко такой, вот, мне можно говорить, ты немножко пацанка. Ну, наверное, да, если вот мне сейчас там, дай мотоцикл, я так юбку задеру, и сяду на мотоцикл, и мне будет по кайфу, и я просто такая, как и есть. Может быть, даже иногда немножко дети обалдевают, что я себя так веду, но это не наигранно, и я здесь, наверное, раскрываюсь с детьми, или с тем, кто приходит в мастерскую, потому что, получается, когда человек заходит в мастерскую, это такой интимный момент, человек как будто заходит в душу этого хозяина. Каждый дом – это отражение человека, и вот моя мастерская – это тоже мое отражение, и я за него переживаю. В плане материалов – первое, тонна времени, да, потому что время действительно улетит очень быстро. Ну, основное – это глина. Глину мы заказываем, я заказываю профессиональную глину, с которой работает вся Россия. Это, ну, вот моя фирма, их несколько. Там различное количество керамических масс, то есть это готовая керамическая масса, масса, которая проверена, которая есть технические характеристики. То есть это все, конечно, вот там вот, я так это все весело говорю, да, но если мы говорим про колокольчик, он висит и висит, а тарелка, она должна подвергаться химическому воздействию, ну, мы же будем ее мыть, правильно? Она должна подвергаться термическому воздействию, И все это необходимо учитывать. То есть я беру в проверенном месте глину с теми характеристиками, которые я могу обсудить. То есть я беру и узнаю, это глина для работы. Это для работы с мелкой пластикой или для изготовления посуды. Беру для изготовления посуды. Значит, есть глазури. Есть глазури, которые декоративные, которые чисто для игрушек. Они все яркие глазури, все глазури с желтым пигментом чаще всего идут с агрессивными химическими элементами, которые все равно, как бы мы этого не хотели, могут уделяться в пищу. Поэтому чаще всего разрабатывают такие глазури, которые безопасны для еды. И вот этот пункт тоже очень важен. Это серьезная работа идет уже химия, физика. Во время работы с глиной это такой вид искусства, который на перекрестке. Химия, физика, техника, технарство и искусство. Нет искусства, все превращается в труху. Нет химии, физики, не будешь учитывать, как взаимодействует материал. Сам с собой, сам с глазурями не будет твоего произведения, искусства, потому что оно просто треснет. Можно, да, маленький пример. Вот, например, вот интересный кувшинчик. Вот все просто, все интересно, все здорово. Химия, физика в чем? Если неправильно идет процесс сушки, то, как старинное выражение бабушки говорили, свет твоей труды. Просто сломается ручка. То есть необходимо рассчитывать и продумывать, что ты будешь делать и все процессы на всех этапах. Даже на этапе сушки, на этапе обжига мы должны с каждым предметом просто носиться. Вот как с ребенком, абсолютно. Я, он с которым подписан на одну женщину, она говорит, я каждый кувшин. Вы только не смейте, каждый кувшин целую, прежде чем ставить в гончарную печь, в муфельную печь. Я думаю, это она, конечно, пошутила про целую, потому что муфельные печи, это у нас в школе 50 литров объема, а когда там литров 80, он говорит, какие-нибудь мелкие, иди, дорогой, я думаю. Нет, но это как бы утрировано, а на самом деле, на самом деле, вот утро, ну, например, поставил обжиг, сутки нельзя трогать. Если глазурь, то до 26 часов, там до 36 часов, потому что 980 градусов обжига, а у нас даже, мы говорим, жарко, жарко, возле печи жарко, вот там жарко, в печи 980. И когда на наших 30, даже 30, ты открываешь печь 980, идет сильнейший перепад. И вот прошел этот день, когда остывает, и ты утром открываешь глаза, перей, и мы говорим, а, печь, печь, сегодня открой, печь, сегодня открой, печь, что там, печь, что там, печь, это так интересно, так интересно, что там, печь, и тут же идешь на работу, а, печь, печь, не успеешь, раздеваешься, сразу такая щелка, печь, открываешься, а, ваше глаз, классно, классно, потом уже раздеваешься, так поглядишь, как ты там, наверное, это действительно, это так интересно, это вот, я сколько лет, вот это вот щелка, это дверь, не знаю, где-то, у меня есть, в инстаграме, я даже снимала, вот так открываешь, Под Новый год у меня были колокольчики в виде снеговичков. Но не осталось, к сожалению, осталось только видео. Вот так вот открываешь, хоп, они обожжены. Потом следующие открываешь, хоп, они в глазури. В глазури они начинают играть. Они становятся вот такими вот светящимися, прозрачными. Ну, тут еще и поющий попался, поющий объект. Вот. И такая трансформация происходит в печи, к которой, ну, наверное, нельзя привыкнуть, потому что даже маститые дяденьки и тетеньки, гончары, они говорят, ну, вот ждем, ждем, что будет в печи. То есть чувствуется, что для человека все равно сюрприз. Сюрприз почему? Сюрприз это не всегда, когда хорошо. Сюрприз плохой бывает. Бывает и плохой сюрприз, когда что-то пошло не так. Опять же, физика, химия. Бывает, не буду скрывать, на первых, наверное, годах работы. У меня была ситуация, я еще тогда в ДКВРЗ это была, сейчас там юбилейный, и у нас печь детских работ. Ты ставишь, открываешь эту печь, и печь просто все, что в печи, она лежит. То есть такое вот это помолотое все просто происходит, какая вещь. Ну, технически долго все объясняете, я на уроках это объясняю в течение года, и все равно дети, кто понимает, то нет. В общем, если какой-нибудь добрый человек положит большой кусок там глины, либо работу неплохо размята, происходит серьезный натуральный настоящий взрыв, где осколки с огромной скоростью летят, и мало того, что разорвалась эта работа, там, предположим, детская, да, она как шарапнель разносит все соседские. В зависимости от толщины изделия, она может помесить всю печь. Вот, и такие сюрпризы могут ждать. Поэтому всегда рада с хорошим сюрпризом. По материалам глина хорошая, качественная, глазури хорошие, качественные, инструменты. Ну, в инструмент у нас, на самом деле, у мастеру превращается все. У меня вот лежат инструменты, и там вот самое колоритное, я всегда думаю, муж, я зайду, скажу, а, опять взять кружку и ложкой вынет. Я всегда думаю, что у меня из моих инсультур вынет ложку. Потому что ложка, она для лощения. То есть вот в ход идет очень-очень много инструментов, которые запланированы для глины, они продаются для глины, и которые стали служить глине, скажем так. Ну, вообще, в основном делаю посуду. Раньше работала, в основном старалась под ярмарки угодить, потому что приезжаешь на ярмарку, и там какая-нибудь женщина-бабушка из серии, вот мне бы вот таких вот горшков, там вот такого бы мне. И я делаю, вот услышала, что люди любят запекать. Там делаю какое-то количество горшочков для запекания. Как художники обижаются? Они обижаются так вот, пишут вот такое послание, зелье от безделья, чтобы человеку намек, не бездельничай. Вдохновляться у лета, у осени, у природы нет плохой погоды, у природы нет плохого времени года. Посуда – это сразу другая кухня, абсолютно другие вкусы, потому что здесь идет совершенно другая техника приготовления. Если посуда, если горшочек не глазурован, не покрыт глазурью, то это дышащий материал, который после того, как вы готовите картошку, она получается именно как томленая в печи. И когда открываешь горшок, картошка получается именно вот такого вот, как крем-блюле, такой вот цвет, вот она томленая, она просто вот такая вот, такая же, там истомленная, съешь меня, потому что вкус другой, это другая техника приготовления. У меня просто эта техника любимая, это вообще абсолютно ручная лепка. Это еще с моих вот тех времен, когда я мечтала только о гончарном круге. Интересная мне понравилась, не моя идея, но в основном как бы все, что связано с технарством, с гончарным, это все-таки уже какие-то идеи, которые были кем-то отработаны. Мне понравилось, китайцы, они очень много внимания уделяют посуде и образу подачи еды. То есть это должно быть красиво, это должно быть эстетично, ничего страшного, что потом 28 предметов хозяйка моет, это не важно, главное, чтобы это было красиво. И вот я подсмотрела листики, это просто нарисован листик, а вот это, это как в янтаре отпечатывалось, абсолютно реальный листочек, который даже вот видны, наверное, вот эти вот прожилочки все. Вот. Ну, уже хотелось осени, красивой осени, а не вот это вот, как обычно бывает. Вот. И на листике запечатлелось осень. Это тоже вот чисто как бы нарисовано. И опять какие-то оттиски. Оттиски интересных листьев, потому что хочется запечатлеть, хочется запечатлеть эти моменты, лето уходит. Она такая, кажется, короткая, она настолько, кажется, быстро пролетела, так долго его ждали. И оставить его хотя бы вот в посуде, ягодки кушать. Нравится также вот работу и совершенно абсолютно наш русский стиль. Вот, пожалуйста, и символ солнца, и одновременно тарелочкой. Как будет приятно с нее есть ягодки. Кушать кашку. Я для фотосессии сюда положила кашу, вынесла на улицу, значит, фотографируйте стол, такая красивая скатерть. Вы пили, положила ложку, ягоды, масло, все. Я, как обычно, забыла телефон, убегаю, у меня сидит ребенок, и лапшкой ковыряет уже эту мою вот эту постановочную. Каша-то настоящая, я ребенку варила, положила. И он такой, я буду есть на улице, он ковыряет эту кашу. Я говорю, я переложу, нет, я хочу из этой, я хочу. Ну, ребенок хочет именно. То есть вот я сама не ждала, что трехлетний ребенок, он сделает выбор между вот той посудой, которая вот обыкновенная, белая, он сделает выбор, нет, я хочу из твоей тарелки, я хочу именно на улице. Я вот так красиво хочу. Я так же, как на картинке хочу. Ну, кушай, ради бога. То есть эстетика, она у нас у всех в крови. Мы все этого хотим, но только у нас очень быстрая жизнь, и мы чаще всего так, какая-то тарелка, ладно, там, да-да-да-да-да-да. Очень все происходит быстро. А если немножко остановиться и понаслаждаться той посудой, с которой ты ешь, той едой, которую ты употребляешь, тем миром, который вокруг тебя, потому что мы его создаем сами. Ну, и я пытаюсь создать свой мир, свой кусочек такой, не знаю, приятной, приятной старины, старинного духа, потому что все-таки, когда ко мне приходят дети, я не могу просто посадить и учить гончарить. Я очень много рассказываю, потому что, ну, нельзя научить, не объясняя, что это, для чего это, как это называется. Например, вот буквально вчера у меня девочки делали колокольчик, но они там, не завершенные, они сделали колокольчик, раскрасили, и я говорю, ну, говорю, а язык твой где? Такая пауза. Она такая, эээ. Она говорит, не этот. Я говорю, колокольчик, вот, шарик, язык. Они такие, опять тишина. Я говорю, а где логичный вопрос, почему в колокольчике вот этот предмет называется язык? И мы тут уже начинаем разговаривать, я все это рассказываю. То есть это вот, ну, как-то по ходу, само собой, получается о том, что это туловище, это шея, это детям задало, как, что, где, когда. Я говорю, как вот эта часть называется? Ну, они же поняли, что тут подвох какой-то. Говорю, как вот эта часть кувшина называется? Гадали, гадали. Говорю, ну, вот смотрите, кувшин – это как девушка. То есть красивые пропорции – это когда широкие бедра, узкая талия, ну, а голова, в принципе, ну, что-то женщине голову, ну, не важно. Вот. Я говорю, как вот эту часть называется? Я говорю, только эта скотинка, думаем, думаем, думаем. Ладно, ну, в общем, не буду пытать. Губа. Человек пьет, кладет это на губу. Все логично. В мире наших предков, наших отцов было все логично. Загадку, загадку. Ну, это уже так просто. Говорю, коса. Говорю, вот вы все косу видели? Коса, которая косят. Вот это вот косовище. Говорю, как вот эта палка называется? Кончик. Пятка. Представляете, пятка. А вот это вот за что держится, говорю, как называется? Одна девочка, которая говорит, что талия, говорю, близко. Пупок. То есть вот вся коса – это вот пятка, пупок и косовичка. То есть как девушка. То есть человек косил мужчину, и у него в руках, считай, женщина. Ну, ладно, вот так задуматься. У меня за пупок и поле косить. Тарелки очень коварные, девчонки, которые очень часто рвутся, ну, ломаются там. Сложно это объяснять. Ну, в общем, коварные они. Если их просто поставишь сушить, то они тебя подведут. Ну, вот эта вот роспись, это еще вот сырое. Сырое, потом это будет обжигаться. Первый обжиг – 980 градусов. Потом сутки остывает, потом наносится глазурь. Глазурь – это такая в нано-пыль, можно сказать, размельченное стекло. И после обжига, нанесения глазури, наш предмет становится такого приятного стеклянного оттенка. Ну, такое, как стекло. Вот сейчас покажу колокольчик. Вот. Ну, вот такое. То есть вот краски становятся яркими. Надо будет выходить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok